Шалом и приветствие всем, кто находится сейчас в школе Мессианских Теологии в городе Одесса, Валентины, Татьяна, да благословит вас Господь. Я бы очень хотел присутствовать вместе с вами, пока не могу, к сожалению, но надеюсь, что скоро это произойдет. Меня попросили коротко поделиться по теме антисемитизма. Я бы хотел, конечно, поговорить об этой теме, об антисемитизме, особенно в преддверии грядущего Пурима, когда мы вспоминаем события, когда сатана прикладывал усилия для того, чтобы истребить еврейский народ, и мы празднуем Божий план, который преодолел и победил этот план разрушения. Но я бы хотел вернуться к истокам антисемитизма. Многие люди считают, что антисемитизм полностью нелогичное явление, но он существует уже около 4000 лет, со времен еще Авраама. Аж с того самого момента, когда Господь призвал Авраама и объявил ему, что от него он произведет великий народ, с того самого момента враг стремился и пытался уничтожить детей и потомков Авраама. И, конечно, он ненавидит Божий народ, сатана ненавидит план Божий, он ненавидит Слово Божье, он ненавидит самого Всевышнего и думает, что он в итоге одержит победу. Но он отец лжи, и ничего у него не получится. Однако, несмотря на то, что многие книги скажут, что антисемитизм – нелогичное явление, это не так. Это совершенно не спонтанная ненависть по отношению к еврейскому народу, которая происходит из-за ревности или любого другого вида человеческих эмоций. Это явление, наоборот, довольно логическое и систематическое. Оно спланировано, это явление, и истоки его ведут к самому сатане. Если мы хотим разобраться в истоках или начале антисемитизма, мы должны обратиться к началу библейской истории, когда Господь творит небо и землю, когда Он творит человека по образу и подобию своему, по собственному образу и подобию, и потом сотворяет Еву от Адама, от мужчины. Так появляются мужчина и женщина, и Господь дает им определенные наставления или ответственности. Я называю это принцип творения и делегирования. Итак, Господь создает их и дает им власть управлять. Человек с того момента может владеть и господствовать над землей. Итак, творение или создание и делегирование. И Господь говорит Адаму и Еве, что они могут есть от любого дерева или от любого плода, но только не от дерева познания добра и зла. И потом мы встречаем эту историю об обмане со стороны змея в Бытие 3 главе. Здесь же мы встречаем первое обещание об искуплении, когда идет речь о проклятии змея. Я бы сейчас хотел некоторое время помолиться, потому что это не то, что мы получаем в разуме, в интеллекте, но это то, что мы должны принять в свое сердце. Поэтому, обращаясь ко всем тем, кто ищет возможности служить Господу полным служением, посвятить Ему все свое время, особенно, например, через эту библейскую школу, для всех тех, кто верит, что Господь имеет призвание для каждого из вас в вашей жизни, я вам хочу сказать, что служение происходит от веры, потому что без веры угодить Богу невозможно. И мы принимаем истину Божьего Слова через наш дух или в нашем духе. Конечно, мы вначале слушаем ушами, но в итоге мы принимаем это благодаря слушанию своим сердцем. Отец, я молюсь, чтобы открыл наши уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть. Чтобы мы поняли, что ты хочешь нам донести. Чтобы мы увидели корень антисемитизма и могли его разрушить. Чтобы мы могли победить это во имя Ишуа. Амин и амин. Итак, в третьей главе книги «Бытие» или «Берешит» мы видим, как Адам и Ева были обмануты змеем, а в стихе 15 читаем «Обещание об искуплении». Ученые называют это «Прото-евангелие» или же «Первым утверждением обещания об искуплении от Господа» в Писании. Здесь Господь делает определенное утверждение касательно мужчины, женщины и сатаны. Вот как Всевышний обращается к сатане. «И в рожду положу между тобою и между женой, между твоим потомством и ее потомством». Он будет разить тебя в голову, а ты будешь разить его в пету. Далее Всевышний обращается к женщине, к жене и говорит, что ее ожидают мучения, особенно вот именно при деторождении. А к Адаму обращаются такими словами, что он будет работать в поте лица, но мало будет плода от этого. Будешь тяжело работать все дни своей жизни, потому что теперь вы все будете рабами того, что в дальнейших стихах мы понимаем как рабство греха. Когда уже речь заходит о рождении Каина и Авеля. Когда считалось, что Каин должен быть вот этим вот искупителем обещанным, который должен был поразить сатану в голову, но вместо этого он сам становится убийцей. Мы родились как бы в этой реальности греха, именно поэтому Иешуа пришел в этот мир ради нас. И он принес для нас жизнь, он второй Адам. Но я бы хотел сосредоточиться на 15 стихе, потому что он показывает истоки или вот это вот основание антисемитизма. И если мы хотим разрушить антисемитизм, покончить с ним, мы должны вырвать этот корень. Но для того, чтобы это сделать, нужно понять, какой это корень. Этот корень – это проклятие, которое Господь провозглашает в отношении змея, когда он говорит, что я положу вражду между тобой и женой. И через ее семя, это очень важно, через семя женщины твоя голова будет разбита. То есть, таким образом, сатана был приговорен к смерти. Послушайте, сатана был приговорен к смертной казни еще со времен событий в Эдамском саду. Господь огласил приговор, смертный приговор над змеем, над сатаной еще с тех времен. Но тот, кто должен привести в исполнение этот приговор, произойдет от семени женщины. Обычно, когда я рассуждаю или учу на эту тему, я очень много подробностей здесь разбираю, но так как Валентин мне дал немного времени, всего 45 минут, мне нужно в это время уложиться. Итак, сатана приговорен к смертной казни, которая осуществится через семя женщины. Это очень важный термин «семя женщины» или «потомство женщины». На иврите «зара» – «женщины» или переводится как «семя женщины». Ну а теперь вопрос, что такое семя женщины или кто является женским семенем? Об этом мы читаем уже в книге «Бытие» в 12 главе. Читая Писание после «Бытия» 2 главы, мы видим, что состояние человечества все больше и больше усугубляется, приходит зло, Каин убивает Авеля, своего брата. Человечество все больше развращается, люди все больше и больше впадают в разврат. И все это доходит до пика, когда Господь раскаивается в том, что Он создал человека, и все подходит к своему логическому разрушению или уничтожению в виде потопа. Господь только сохраняет жизнь Ною и его семье. Состояние земли или население земли ухудшается и ухудшается, и Господь все уничтожает через потоп, когда мы читаем историю о Ное. Но затем мы открываем «Бытие» 12 главу, и мы встречаем человека, которому Бог явил себя, и его зовут Авраам. В тот момент его имя Авраам. Потом его имя Господь меняет на Авраам. Тем не менее, мы читаем, что Господь дает обещания этому человеку. И я бы хотел прочесть этот отрывок стихи 1-2-3 из 12 главы книги «Бытие». Я вот что хотел бы вам сказать. Если вы призваны к еврейскому служению или служению евреям, я верю, что так и есть, что вы призваны к служению евреям, вы призваны достигать евреев, не только в Украине или в Восточной Европе, но по всему миру, тогда я считаю, что «Бытие» 12-1-3 – это ваш мандат. Это очень важно. Это призвание Авраама. Это наше общее призвание. Это ваше личное призвание. Итак, я читаю 12 главу книги «Бытие» с 1 стиха. «И сказал Господь Аврааму, «Иди с земли твоей, и с родины твоей, и из дома отца твоего на землю, которую укажу тебе». Обратите внимание, что здесь используется будущее время, потому что Господь, когда выдвигает какое-то требование, когда Он выдвигает требование нам, особенно тем, кто призван к служению, Он призывает нас оставить все, с чем мы знакомы, что Он нас может связывать. Мы помним, что у Авраама, он из среды идолопоклонников, он родом из урохалдейского, где не было познания Бога, единого Бога. Он был своего рода революционером, потому что он сказал, что нет, есть один единственный Бог. Он как бы таким образом заявлял, что я встретился, я пережил встречу с единственным Богом. Есть такая традиция, которая говорит, что отец Авраама держал как бы такой магазин по продаже идолов, этого нет в Писании, но так говорит и раввинская литература, и что якобы Авраам сжег этот магазин. Представьте себе этот конфликт между Авраамом и его семьей, между Авраамом и его близкими, его соседями и всем обществом, потому что все они были идолопоклонниками. Мне кажется, это похоже на мой личный опыт. Я, будучи евреем, вырос в еврейском доме, в еврейской семье, и мне говорили, что Ишуа, Иисус, не может быть мессией. Но когда я получил это откровение о едином и единственном Господе, о том, что Ишуа является мессией всего Израиля, что Он Ишуа Амашех, это очень расстроило моих родителей, потому что я пошел наперекор традиций. Моя семья была расстроена, мой раввин был расстроен, и вся община, вся моя среда, в которой я жил, она была расстроена, потому что мне пришло это откровение. И важно иметь это в своем сердце, что Господь будет вас призывать и посылать к многим людям, которые не будут осознавать, не будут понимать, что вы идете против статус-кво, против привычных устоев, особенно если вы будете явно проповедовать в еврейской среде, в еврейской общине, о том, что Ишуа является нашим мессией, обещанным мессией. Будут конфликты, будут недопонимания, но вы не одиноки. И Аврааму Бог сказал оставить все, что у него было, и войти в ту землю, которую Господь покажет ему. И Аврааму приходилось полагаться на Господа каждый день, потому что все должно было произойти в будущем. Ему нужно было странствовать из своего дома, из своей семьи в ту землю, которую Господь откроет ему. И каждый день, и день за днем, ему нужно было слышать Господа в отношении того, в каком направлении идти. После этого требования во втором стихе Господь говорит следующее. «Я сделаю тебя великим народом, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и быть тебе благословением». Мне очень нравится этот отрывок, потому что, с одной стороны, Господь говорит «Я благословлю тебя», но с другой стороны, говорится, что «И ты будешь благословением». Все, что Бог дает нам, оно также предназначено для кого-то в понимании Господа. То есть, Господь говорит «Я благословлю тебя, сделаю тебя великим народом, но ради благословения других». Далее, в третьем стихе говорится «И благословлю я тебя, благословляющих, а злословящих тебя прокляну». И дальше идет ключевой отрывок «И благословляться будут тобой все семейства земли». Послушайте еще раз «Все народы земли». Перевод, который сейчас был прочитан, говорит «Все семейства земли будут благословлены благодаря тебе или через тебя». «Все народы земли» или «Все семейства земли будут благословлены через тебя». Итак, мы определили того, кто принесет благословение для всех. Другими словами, этот оборот говорит, что «Через твое семя придет благословение». Авраам, «Через твое семя будут благословлены все народы земли». Что это за семя? Это то же самое семя, о котором Всевышний говорит, что это семя через жену будет поражать змея в голову. Итак, мы знаем, что обещанное семя, которое было сказано женщине, оно происходит из чресел потомков Авраама. Что и произошло, по сути. Ешуа, мы знаем, был сыном Авраама, а также сыном самого Давида. Мы знаем об этом из Писаний, но об этом знает также враг, он всегда об этом знал. С самого момента, когда Аврааму было сказано об этом призвании, когда Авраам услышал слова, что его потомство благословит всю землю, всех людей на земле. Есть два направления понимания этого. Первое направление это благословение народа Израиля, детей Израиля или потомства Авраама физического, или другими словами еврейского народа. На протяжении всей истории еврейский народ или народ Израиля был невероятно сильно использован Господу для благословения всей земли. Вы можете обратиться к искусству, к науке, вы можете посмотреть на достижения медицины, вы можете исследовать журналистскую сферу, и вы увидите, что на самом деле вот в этих всех направлениях на передовой всегда были евреи. Они чрезвычайно сильно участвовали во всем этом. Если вы хотите прямо такое сильное удостоверение физическое, посмотрите список нобелевских лауреатов. Еврейское население Земли составляет примерно четверть процента от всего населения планеты, может даже меньше. Но более 25%, практически 30% нобелевских премий были вручены евреям. И это огромная доля просто. При том, что это касается всех дисциплин, всех направлений. И это не из-за того, что евреи умнее других, или они более посвященные своим делам. Конечно, они все получали образование, и они преуспевали в своих делах очень сильно, и они посвящали себя этим всем делам и процессам. Но это все характеристики, которые даны нам от Господа. Потому что есть это призвание быть благословением для всего мира, благословлять все народы или все семейства Земли. Народ Израиля был призван стать царственным священством, чтобы благословлять народы Земли. И мы все унаследовали это призвание. Слава Господу! Мы призваны благословлять народы Земли. И вот это более великая часть этого благословения, что через тебя, через твое семя Авраам, все народы Земли, или все племена, все семьи Земли будут благословлены. Все это приходит в Мессии. Это Иешуа, которого послал, как единственного сына, сам Отец, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот так выражается это через потомство Авраама, в образе Машиаха, в образе Мессии, который приходит как второй Адам, чтобы исправить, исправить то, что первый Адам сделал неправильного. Именно второй Адам, Иешуа, восстановил нас в отношениях с Господом и убрал это разделение между нами и Богом, которое произошло в саду. Сатан, конечно, знал это, поэтому он сделал сынов Израиля своей мишенью, своей целью. Почему существует антисемитизм? В чем корень антисемитизма? И заключается это в ложной стратегии, в ложной идее или мысли о том, что если можно уничтожить народ Израиля, детей Израиля, таким образом можно отменить исполнение пророчества о семени. Это именно то, чем занимался Сатан в течение тысячелетий. Он пытался уничтожить Божье семя, Божий народ, и в истории появлялось очень много антихристов, которые восставали на протяжении всей истории, и это были как бы проявления демонической природы. Я считаю, что Сатана, например, воплощался в облике фараона, который был своего рода антихристом, и он пытался уничтожить еврейский народ путем убийства всех мальчиков. Для чего он это делал? Для того, чтобы не пришел искупитель к своему народу, чтобы он не появился в среде своего народа. Мы видим образ антихриста в Амане, когда читаем события Пурима. Вы знаете, я считаю, вот мое мнение такое, что он был как бы одержим, он был одержим именно бесами, демонами, самим сатаной. Именно поэтому у него была единственная цель в жизни – уничтожить весь народ Израиля, всех сынов Израиля, уничтожить евреев. Мы видим, как этот же дух проявляется и дальше, в событиях уже предшествовавших рождению или во время рождения Ишуа в облике Ирода, который пытался не допустить появления искупителя и отправил войска в Вифлеем, и его окрестностей приказав убить всех мальчиков, младенцев. До двух лет, до двух-трех лет, чтобы не дать Мессии прийти. Он от самих раввинов и от волхвов, от этих царей, он знал о том, что Машиах должен родиться в Вифлееме. Но Ирод, будучи воплощением антихриста, будучи воплощением зла, он пытался препятствовать исполнению этого пророчества, этого обещания. Тот же самый образ мы видим в личности Антиоха и Эпифана, когда мы празднуем события Хануки, например. Это была очередная попытка уничтожить еврейский народ. То же самое предпринял Адольф Гитлер, который также пытался уничтожить еврейский народ. Это была его поглощающая цель. Но корень антисемитизма – это демоническая ложь, бесовская ложь. Это убеждение самого сатаны, что если он уничтожит Божий народ, если он уничтожит Израиль, тогда обещание о семени, оно просто не исполнится. Возникает простой вопрос, что если Ишуа все-таки пришел, умер и воскрес и победил сатана, почему тогда антисемитизм продолжается? И особенно есть ужасное вот это наследие антисемитизма в христианской церкви, в христианстве, через тех, кто сами себя называли христианами. И ответ в том, что вот это обещание о семени от женщины, которая размажит голову сатаны, оно состоит из двух частей. И подразумевает первое пришествие в образе Агнца Божьего, чтобы взять на себя грехи. Но полнота этого исполнения придет, когда Ишуа вернется в образе льва из колена Иуды. А это значит, что у врага еще есть работа. И сейчас это еще более серьезная работа, потому что сатан пытается препятствовать возвращению Ишуа. И какова же стратегия, каков план или работа, чтобы препятствовать Ишуа вернуться? Стратегия все та же, которая работала в первый раз, когда Ишуа должен был прийти впервые. И заключается она в уничтожении народа Израиля, уничтожении сынов Израиля, уничтожении потомства самого Авраама. Но в чем же доказательство этого? Оно очень простое. Весь Израиль должен признать Ишуа и воскликнуть «Барухаба Бешема Донай», что в переводе означает «Благословен грядущий во имя Господне». И тогда Ишуа сможет вернуться. Об этом как раз мы читаем в Римлянах 11 главе. Там сказано, что благодаря свидетельству язычников произойдет такое, как бы, это вызовет ревность у евреев. И через полноту, которая придет в церковь, они выполнят свое предназначение проповедовать, во-первых, евреям, проповедовать Евангелие, во-первых, еврейскому народу. В Римлянам 11.27 Писание говорит следующее «Весь Израиль спасется». И в следующем же стихе говорится «Тогда придет Искупитель на Сион». Тогда Искупитель утвердит свое царство. Тогда откроется источник очищения от греха и всякой нечистоты. Но именно так же, как еврейский народ, потомства Авраама, были теми, кто привел Мессию в этот мир, иначе говоря, семя Авраама, или семя женщины через семя Авраама, так же самое возвращение Ишуа произойдет именно через еврейский народ, который должен воскликнуть «Баруха Баб Бешем Адонай» – «Благословен грядущий во имя Господня». Таким образом, мы видим, что именно план бесовский, план сатаны заключается в том, чтобы не дать исполнению этого пророчества или обещания о семени из Бытия 3.15. Позвольте этому утвердиться в вашем сердце, в вашем разуме. Услышьте это, чтобы вы это слышали в своем духе. Корень антисемитизма – это бесовский, выверенный, хорошо обдуманный заранее план или стратегия, чтобы не дать исполниться обещанию, описанному в Бытие 3.15. Почему? Потому что сатане вынесен смертный приговор. Господь всей вселенной сказал ему, что семя женщины размажит твою голову. Ты будешь жалить его в питу, но он размажит твою голову. Это смертный приговор. Но враг считает, что он может удержать от исполнения этот приговор, если он уничтожит семя Авраама или народ Израиля. То есть мы видим такое систематическое, выверенное усилие по уничтожению народа Израиля, чтобы не исполнились слова из Бытия 3.15. Еще раз повторю, что это выверенная и систематическая стратегия. И именно это, мои дорогие друзья, и есть сам корень, самооснование антисемитизма. Как же разрушить эту твердыню? Как же справиться с этим? Прежде всего, хочу вам напомнить, что мы не воюем против плоти и крови. Ефесянам 6 глава. Нам хорошо знаком этот отрывок. 12 стих говорит следующее. «Мы ведем борьбу не против людей, не против плоти и крови, но против правителей, властей и вселенских сил, управляющих этой тьмой, против духовных сил зла». Послушайте, что дальше сказано, очень интересно. «Находящихся в небесных сферах». «В небесных сферах». Это означает, что мы не можем просто так выиграть эту битву, противостоя просто людям. Другими словами, мы не можем победить в войне против антисемитизма в нашей привычной или естественной реальности. Должны ли мы что-то провозглашать, делать какие-то заявления? Да. Должны ли мы учить? Однозначно, потому что вера приходит от слышания. А слышание от Слова Божьего. Мы должны учить, мы должны обучать, тренировать, оснащать. Мы должны объяснять верующим и помогать им понять, что антисемитизм – это демоническая стратегия не только по уничтожению еврейского народа или Израиля, или детей Авраама, но через уничтожение народа Авраама или потомства Авраама, препятствие Божьему плану по искуплению земли. Поэтому, конечно, мы провозглашаем и учим. Мы провозглашаем, мы обучаем. Это очень важно, но я также хочу, чтобы вы никогда не забыли, что это духовная война, духовная битва, потому что мы не воюем против плоти и крови. Там на самом деле, в буквальном смысле, есть правители, власти, силы тьмы, самой тьмы, духовные как бы силы, находящиеся в небесных сферах. Когда вы это поймете, вам удастся сделать определенные вещи, долгосрочные вещи против антисемитизма. Вы действительно сможете принести определенные изменения, когда это войдет в ваше понимание, что это именно духовная война, которую мы ведем, а природа антисемитизма, она духовна также. И она не сосредоточена только в таких личностях, как Гитлер или других личностях, которые просто выражали это зло. Но сам корень всего этого, этот корень, он духовный. Это демонические или бесовские силы в небесных сферах. И чем быстрее мы это поймем, тем быстрее мы сможем действовать духовно, в духе, чтобы уничтожать эти твердыни. Именно об этом говорит нам Писание. Хочу прочесть 1 Коринфянам 10 главу. Пока есть время, вы открываете это место Писания. Извините, 2 Коринфянам 10 глава, 3-4 стих. Еще раз, 2 Коринфянам 10 глава, стихи 3 и 4. Вот что здесь написано. «Ибо несмотря на то, что мы живем в мире, или в плоти, другими словами, в теле, мы не ведем войну мирскими методами, то есть мы не ведем войну против плоти таким же образом. Иначе говоря, идет война. Антисемитизм – это война. Это суровая война, которая длится уже около 4 тысяч лет. Но у нас есть прекрасные новости. У нас есть хорошая новость о том, что тот, кто в нас, больше того, кто в этом мире. Прекрасные новости, они видны как раз в Божьем Слове, которое Он провозгласил в Еремии 31 главе, что, как солнце светит днем, а луна и звезды светят ночью, они являются свидетельством тому, что Господь Бог, Он сохранит народ Израиля. Причина того, что Антихрист потерпел неудачу. Или причина того, что фараон потерпел неудачу. Причина, по которой Ирод потерпел неудачу. Причина, по которой Адольф Гитлер потерпел неудачу. И другие антихристы потерпели неудачу в истории, заключается в том, что суверенный Господь провозгласил «Я сохраню народ Израиля, потомство Авраама для себя». И это не из-за них самих, а благодаря их призванию принести искупление для всего мира, для всего человечества. И мы все вошли в это призвание. Хотя мы ходим в плоти, в теле, мы не воюем по плоти или против плоти. Мы не просто победители или покорители в том, кто возлюбил нас и укрепил нас. Мы ходим не в теле, но в духе. И далее, в четвертом стихе говорится, что так как оружие, которым мы воюем, не мирское, напротив, в нем есть Божья сила, способная уничтожать твердыни, мы уничтожаем доводы. Антисемитизм — это твердыня. Антисемитизм — это духовная борьба. Антисемитизм — это не война против плоти или против крови. Это война против духов тьмы, против сил духовных, против зла, которое находится в небесных сферах. И хорошая новость заключается в том, что Господь дал нам власть и дал нам силу, чтобы не испровергать, чтобы побеждать, уничтожать эти твердыни. Но это можно делать не естественным путем, а в духовном мире, благодаря духовному оружию, которое Господь дал нам, через молитвы, например, через заступничество, через ходатайство, через ту власть, которую Он нам дал, над делами тьмы. Господь дал нам власть наступать на змей и скорпионов и на всю вражью силу и побеждать ее. И ничто, и я повторю это еще раз, ничто, никоим образом не должно причинить нам вред. У нас есть сила, есть власть побеждать твердыни антисемитизма. Мы провозглашаем это, обучая верующих в Бога людей, тех, кто всем сердцем любит Господа, что антисемитизм — это зло. И да, мы должны противостоять антисемитизму в нашем физическом мире, но прежде всего мы должны разрушать эти твердыни антисемитизма, духовные, искоренять, выкорчевывать эти корни антисемитизма. А это происходит именно в духовной реальности, через молитвы, ходатайство, через нашу власть духовную, но более всего через провозглашение Евангелия. Хочу прочесть еще один отрывок из Писания, это 2 Коринфянам 3 глава 5 стих. Извините, это 2 Коринфянам 10, 5. Здесь сказано, мы уничтожаем доводы и любое превозношение, восстающее против познания Бога. Мы берем в плен всякую мысль и делаем ее послушной, мессией. Это целый процесс, который происходит в нашем разуме, когда мы начинаем размышлять так, как Господь мыслит. Мы смотрим духовными глазами, а не физическими. Нам был выдан очень ответственный и великий мандат. Мы призваны провозглашать Евангелие, во-первых, евреям, и нам сказано, что Евангелие это сила Божья ради спасения. У Господа есть план по утверждению мира, шалома. У Него есть план по утверждению мира в Израиле, у Него есть план по утверждению мира на Ближнем Востоке, у Него есть план для того, чтобы установить мир в Украине, у Него есть такой план для США и для всего мира. И это единственный план. Это не какое-то соглашение, это не двухсторонний договор. Усилия человеческие здесь вообще ни при чем, потому что люди не преуспеют в этом. Это откровение о князе мира, о князе шалома в сердцах людей, когда произойдет трансформация сердец, потому что Евангелие трансформирует человеческое сердце. Я встречал антисемитов в своей жизни. Я встречался с исландскими террористами. Они хотели убивать евреев, они хотели уничтожить Израиль, но на сегодняшний день они любят Господа. Сегодня они любят государство Израиль, и они верят, что еврейский народ имеет право на государство Израиль. Эти люди теперь любят еврейский народ, и у меня была привилегия насладиться их обществом и называть их братьями и сестрами по вере. Что же произошло? Их жизни были трансформированы благодаря проповеди, правозаглашению Евангелия. Эти корни горечи, корни ненависти, корни антисемитизма были вырваны, когда свет Божий вошел в их сердца. Евангелие и есть этот свет. Итак, как мы противостоим или как мы побеждаем антисемитизм, как мы выполняем Божий план, как мы продвигаем его, и как мы выкорчевываем эти корни, прежде всего через понимание корней антисемитизма. Это на самом деле сам Сатан, чье стремление уничтожить потомство детей Авраама, Ицхака, Якова, уничтожить верующих людей и не допустить исполнения Божьего плана, который заключается в искуплении мира, правлении Мессии. Но хорошая новость заключается в том, что в итоге его план провалится. Однако пока мы до сих пор находимся в этой битве, в этой войне. Этот конфликт продолжается, но эта битва, она невидима, она духовна. И да, мы учим, мы провозглашаем против антисемитизма, но провозглашение Евангелия и та духовная война, которой мы призваны через молитву, через ходатайство, через служение и проповеди в власти и силе Иешуа по вере в Него, она остается, когда мы особенно входим в эту духовную реальность, потому что таким образом мы не спровергаем эти твердыни. Услышьте, у вас есть оружие, у вас есть сила и власть и авторитет, чтобы завоевать и победить эти твердыни. Поэтому восстаньте, поднимитесь. И в итоге я хочу рассказать одну историю в завершении. Это история Пурима, история победы, это история искупления, это история прорыва. и Господь прекрасно знает, нам нужен этот прорыв. Мы живем в очень темные времена, но я верю, что Господь посетит нас. И история Пурима, это по сути история о послушном слуге Божьем, о человеке Божьем, имя которого Мардыхай, который не преклонил свои колени перед человеком. И он лицом к лицу столкнулся со всем злом антисемитизма в образе Амана. У Мардыхая самого по себе не было силы или власти. Он был как бы за воротами, но у него была племянница или в других источниках дочь, ее звали Эстер. Эстер или вначале ее имя было Хадаса. У нее появилась власть, потому что она имела вход к царю. Она стала невестой, потом женой царя, и поэтому у нее был доступ к царю. Она могла говорить, обращаться к царю. Таким же образом и вам была дана подобная власть. Во имя Ишуа со смелостью входить к престолу благодати. Мардыхай, который был за воротами, он понимал кое-что, что сама Эстер, она была как бы путем или дверью к спасению. Она была по сути источником спасения, который предоставил сам Господь. И в своем обращении к ней Мардыхай настоял и сказал, ты должна пойти к царю и сказать ему. И я верю, что Эстер получила этот дух смелости. Она получила дух отваги. И мы нуждаемся в подобных смелости и отваге, чтобы познать и принять, что я это сделаю, я могу это сделать. Я готов положить свою жизнь. Я пойду и обращусь к самому царю. И я буду просить об этом. Я перенесу эту просьбу Мардыхая о народе Израиля, как и поступила она. Ведь она была еврейкой, хотя она скрывала свое происхождение вначале. Но потом она сказала, если я умру, я умру. Мардыхай бросил ей вызов, и я бросаю вам вызов. Тот же самый вызов сегодня. Господь призвал вас в свое царство ради такого времени, которое наступило сегодня. Эстер в определенный момент поняла кое-что. Господь призвал ее именно для такого времени. И через пост и молитву она вошла в присутствие царя, и она принесла свою просьбу ему. И царь, он по сути принял ее, он расположил свое сердце по отношению к ее просьбе. Он дал ей этот дар. Царь сказал, я издам новый указ, пусть все вооружатся. скажи своим людям, чтобы они взяли оружие. Она вышла вперед, и она сказала царю, что она была еврейкой, она больше не скрывала этого. И в итоге царь сказал, что я издаю новый указ. Этот указ гласит, что вы можете вооружать себя. Евреи могут вооружаться и противостоять врагу. И вот в Пури мы празднуем великую победу, победу еврейского народа. Я умоляю вас сегодня, поднимите оружие вашей духовной войны. Я прошу вас сегодня, придите в Божье присутствие, когда вы можете оставить все позади, когда вы можете понять, что вы были призваны в Божье царство, именно для этого времени, которое сейчас происходит. У нас есть божественная возможность, у нас есть особое время сейчас в этой истории, чтобы вырвать эти корни антисемитизма, чтобы не спровергнуть и разрушить эти твердыни антисемитизма, чтобы провозгласить Евангелие со смелостью, чтобы применить эти средства духовной войны, это оружие духовной войны, и уничтожить твердыни. И я провозглашаю над каждым из вас, что вы, каждый из вас был призван в Царство Божье ради такого времени, как сейчас. Я провозглашаю на каждого из вас, что у вас есть власть во имя Ишуа, во имя Иисуса, через веру в Его имя, на то, чтобы разрушить твердыни, чтобы пленить всякое воображение, чтобы победить любое превозношение, восстающее против познания Бога, чтобы пленить всякую мысль и всякое непослушание во имя Ишуа. Я провозглашаю жизнь на вас, Я провозглашаю, что тот, кто вас, больше того, кто в этом мире. Господь, мы воюем не против плоти и крови, но наша брань против властей, тьмы, против мироправителей и всяких духов. Но прекрасная новость в том, что ты дал нам победу, победу над сатаной, и мы провозглашаем, что его голова будет разбита, когда Ишуа вернется. Господь, мы провозглашаем благословен грядущий во имя Господня. Мы провозглашаем Израиль будет спасен, и я молюсь за каждого, кто участвует в этом классе сегодня. Господь, ты призвал их, Господь, ты помазал их, я провозглашаю над вами благословения, вы исполните Божье призвание, которое есть в вашей жизни, будьте сильны, будьте мужественны, поднимите инструменты, орудия вашей духовной войны, вырвите эти корни антисемитизма, не спровергните твердыни антисемитизма, провозглашайте Евангелие со смелостью, чудесами и знамениями, и чудесными явлениями, чтобы мы увидели, как Ишуа возвращается на землю, и мы прославляем Тебя и говорим, благословен грядущий во имя Господне, и благословен каждый, всякий человек, который отдает свою жизнь, чтобы служить Тебе, и всякий, кто учится в этой школе мессианской теологии, я благословляю каждого из вас во имя Ишуа, амин, и амин. Очень надеюсь, что скоро мы встретимся, я с вами увижусь, принимайте это, я верю, что Господь хочет сделать что-то невероятное, в ваших жизнях и через вас, как было сказано Авраму, я благословлю тебя, но для того, чтобы ты был благословением для всех семейств земли. Шалом, шалом. Субтитры сделал DimaTorzok